О главных экономических событиях уходящего дня спросим у нашего обозревателя Сергея Воликан. Правительство увидело признаки роста экономики на неэмиссионной основе. Что это значит на понятном языке, расскажу далее. Итак, Совет Министров сегодня подвел итоги полугодия. Цифры уже озвучивались на высшем уровне. И, как признал премьер-министр, они правительство не устраивают. Что неудивительно, воловой продукт снизился на 2,5%. И это к уровню не самого удачного 2015-го. Однако, отметил Андрей Кобяков, налицо динамика восстановления экономического роста на здоровой, неэмиссионной основе. То есть правительство не поддалось искушению влить дешевые, необеспеченные деньги для подогрева экономики. И это премьер-министр назвал главным достижением. Мы жестко следуем установленным правилам, живем по средствам. Цитата Андрея Кобякова. И вот, что отметил по итогам полугодия министр экономики Владимир Зиновский. На мой взгляд, должен идти принципиальный разговор, где дать оценку по выполнению контрольных или ключевых показателей эффективности каждым министрам, каждым председателям областного полкому. Правительство и Национальный банк пока выдерживают самый важный на текущем этапе показатель. Инфляция идет в рамках годового прогноза. Благодаря этому стало возможным снижение ставки рефинансирования. Напомню о планах. Снизить ставку с 17 августа с текущих 20 до 18 процентов годовых заявил Национальный банк. Это, в свою очередь, позволит снизить проценты по кредитам для предприятий и населения. Когда мы уже прошли три таких шага, сделали почти на 6 процентных пунктов, снизили ставку рефинансирования. Безусловно, это будет стимулировать кредитование внутри экономической системы, поддерживать совокупные внутренние спросы и, соответственно, экономический рост. Доллар упал до значений с середины января. Накануне на торгах белорусской валютно-фондовой биржи американский доллар продолжил снижение. Минус 4 копейки по итогам торгов и официальный курс на завтра 1,965 тысячных. С таким значением доллар возвращается на отметку 15 января. Максимальный же курс доллара в этом году был зафиксирован 11 февраля. 22 тысячи 69 рублей стоил тогда доллар США. Жилье в августе впервые за долгое время показало рост. Индекс цен вторичного рынка готов пересечь психологическую отметку в 1200 долларов. Если в марте и апреле цены снижались на 0,5-0,7% в неделю, то в августе ситуация дементрально изменилась. За неделю с 1 по 7 августа индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,5%. На рынке новостроек, в отличие от вторички, преобладала негативная ценовая динамика. Средняя цена предложения квартиры в новостройках Минска снизилась на минувшей неделе на 0,3% и составляет 1136 долларов за метр квадратный. Долгосрочный прогноз по нефти положительный. По крайней мере, ОПЕК прогнозирует рост нефтяных котировок. По словам президента карателя, крупные страны-потребители демонстрируют экономический рост, который неминуемо подтолкнет спрос на сырье. Напомню, 2 августа нефть марки Brent впервые с апреля опустилась ниже уровня 42 доллара за баррель, а WTI подешевела до 39 долларов. Стало известно также, что встреча сторон экспортеров нефти, на которой в очередной раз будут обсуждать идею заморозки добычи, состоится 26 сентября в Алжире. И у меня все самое заметное на этот вечер. Спасибо. Сергей Волик о главных экономических событиях уходящего дня. Продолжение следует...